Сальвадор Дали Помимо него еще есть несколько художников, может быть у кого-то есть предположения, кто является наиболее известным в современной культуре? Шагал, Ван Гог, Пикассо По моим личным наблюдениям, по крайней мере для школьников 10-11 класса, самыми известными являются Сальвадор Дали, Ван Гог и Леонардо да Винчи По крайней мере это те имена, которые не нужно писать на доске и произносить несколько раз, они на слуху Но интересно то, что если Леонардо и тем более Ван Гог не стремились к тому, чтобы занять вот это место, этот пьедестал То Сальвадор Дали делал это совершенно сознательно Поэтому моя лекция, как вы видите, называется «Сальвадор Дали, создающий сам себя» Я буду говорить о том, как и каким себя видел и создавал Дали Его позиция во многом мне очень импонирует как философу Потому что это позиция рефлексии Позиция контроля собственной жизни Но Дали не был в то же время человеком рассудочным Его рефлексия, это рефлексия разума Он не просчитывал свои ходы Очень часто в дневниках он делает такие замечания Я вспомнила, что мне нужно было создать какой-то аромат духов Ну я что-то там нашел на полу, показала это репортерам, всем очень понравилось, отлично То есть такие эксцессы Но каждое свое действие он рефлексирует То есть есть некоторый субъект воображаемый, который видит Дали со стороны Это тоже очень хорошо видно по дневникам Когда он говорит, например, видели ли бы вы, как я стоял на коленях перед картиной Как будто бы он сам это видел Я полагаю, что возможно он так и воспринимал Он видел самого себя И в этом проекте есть некоторые аспекты, которые я сегодня хотела бы озвучить Конечно, Дали очень многосторонний человек И сказать о том, каков он, каким он себя сделал Нам сегодня не удастся до конца Я думаю, никогда никому не удастся до конца Я обращу внимание только на некоторые аспекты Прежде всего я хочу сказать о такой позиции Дали О привилегии творчества по отношению к тому, что творится То есть по отношению к произведению искусства Эта позиция не на вам Она встречается, по крайней мере, в романтизме Романтизм это направление в философии и в искусстве Одной из идей которого было то, что произведение искусства Это отражение творческого человека Отражение вот этого гения Отражение процесса творчества Само по себе произведение искусства Но его не нужно возвеличивать Оно только лишь дает возможность Для нас, как для зрителей Соприкоснуться с вот этим творческим процессом Стать частью его Эта же идея повторяется практически слово в слово В дневниках Дали В частности, в дневнике одного гения Он об этом пишет И этим же, на мой взгляд, можно объяснить Такую странную, казалось бы, странную особенность Очень многие знают Сальвадора Дали Как человека, самовлюбленного Человека, который очень любит о себе говорить в хорошее И более того, он сам пишет в своих дневниках Что я с детства был человеком с мани величия Ну да, такой я был И это очень здорово Потому что величие ко мне пришло Я захотела его И я это сделал Или, например, он описывает свою лекцию Примерно в таких словах Он говорит Я пришел в зал Люди на меня восхищенно смотрели Я сказал одно слово Они... Я их загипнотизировала Они смотрели на меня в упор Я сказала другое слово, они начали аплодировать Я сказала третье слово, они в экстазе скачали с места И мне хлопать, говорить, браво, Дали Так он видел По всей видимости По крайней мере, хотел, чтобы мы считали Что он так видит себя, свою деятельность Но в одном из интервью Уже довольно поздних И далее спрашивают Каково это делать Вот такие... Писать такие красивые, хорошие картины На что он отвечает Я никогда хороших картин не писал И добавляет Хорошие картины пишут только глупцы Которые не хотят долго жить Ну, за исключением Вермеера Про Вермеера я еще скажу Немного Вроде бы странно, да? Как же так? Такое воспаление себя и вдруг парадоксально Видимо, Дали понимал и чувствовал Что вот эта творческая энергия Которой он обладал Она никогда не может Воплотиться в произведение искусства Более того, и не должна Если она воплотится И если он сделает какое-то Произведение искусства В котором будет все Весь его гений То дальше, как вы понимаете Двигаться нельзя Поэтому Дали очень много работал Он создавал очень много Произведений искусства Притом не только живописью он занимался Но и литературой отчасти Если его мемуары принимать В расчет, можно сказать, даже наукой Но он так считал Написал статьи И также он занимался дизайном Итак, вот в этом отношении Дали можно сравнить с романтиками Но если бы я рассказывала сегодня О романтизме То мне стоило бы продолжить И сказать, что для романтиков Очень важна идея свободы Идея природы Освобожденный из-под гнета Рамок рациональности Идея вот этой жизненной энергии Ничем не сдавленной По сути, бессознательной Ну, по крайней мере, вот У Шеллинга, Фредериха Шеллинга Новости теоретика Вы можете такую идею найти Русский художник Романтик Айвазовский Морист Очень любил Точнее, рисовал Не знаю, как любил Но, по крайней мере, рисовал Рисовал море Потом, позже В следующем столетии Юнг скажет Что вода Море Это символ бессознательного Да, вот она Стихия Ничем не ограниченная И в этом отношении В этой идее Дали совершенно не согласен С романтизмом В этом отношении Он не романтик Дали говорит Я не люблю свободу Свобода Это вообще безобразие Это некрасиво Казалось бы Кто был менее свободен В 20 веке Чем Дали Кому разрешалось Кому бы еще разрешалось Все эти выходки делать К Дали относились Как к капризному ребенку Гению Которому можно все Да, он может Напасть на полицию Разрушить Витрину Разбить Ну, это Дали Что с него взять Он же гений И тут он говорит Что я не люблю Свободу Идеей Дали Была поиск Четких Определенных форм Таких форм Которые как раз Не разрешают Они предполагают Вот этой каши Свободной Да Но я к сожалению Вот Не сохранилась Эта картина Возможно Многие видели Как Айвазовский море Изображает Такое Очень бурное Очень Хаотиченное Вот Такая каша Дали Не нравилась Он стремился Как раз К четким формам И от этого Кстати Его стремление К академизму Нелюбимый художник Дали Один из нелюбимых Это Анри Матис Один из самых Любимых Как я сказала Это Вермеер Это художник Голландской школы Которого Можно назвать Реалистом Вроде бы Тоже кажется Это странным Потому что Матис Человек Современный Человек Прогрессивный Он так же Как и Дали Экспериментатор Но По всей видимости Дали Очень не нравилась Идея Матисса Но вот есть еще Очень известная Его картина Танец Это тоже Продолжение Той же тематики Где люди Вместе Взявшись за руки Танцуют В каком-то Непонятном Водовороте Мы не видим Здесь нет Никакой четкости У них примерные Какие-то черты лица Они все Практически одинаковые Это не важно Матис Был Очень влюблен В идею Золотого рая Такого коммунистического Когда все люди равны Когда они Едины Ничем не отличаются Конечно Это возмущало Дали Что это за безобразие Что значит Всем слиться Никакой строгости Полная Вот как раз таки Свобода В этом смысле Свобода В смысле Неразличенности Отсутствие строгости И сравните Вот эту картину С произведением Одного из самых известных Вермеера Молочница Это 17 век 1658-61 Примерно Года датируют Эту картину Есть такие гипотезы Что Вермеер Как и некоторые другие Голландские художники Использовал Специальные средства В том числе Камеру обскура Для того Чтобы создавать Свои картины По сути Это попытка Сделать такие фотографии То есть Срисовать То что Находилось Перед ним Поэтому Например Он часто рисует Людей около окна Потому что Ему нужно было Абсолютно четко Абсолютно точно Скопировать Реальность Но Если Вермеер Копирует Реальность Скажем так Материально Объективную То Дали Хотелось Лишить Свободы И ограничить Как раз Те Участки Те Скажем так Человеческие Аспекты Человеческого Существа Которые Обычно Считаются Самыми Свободными Это Эмоции Психологические Состояния Сны Все Те Пласты Психики Которые Обычно Рефлексии Не поддаются Дали Ищет В этой Сфере И Для того Чтобы решить Эту задачу Он разрабатывает Специальный Метод Который Он называет Проноидально Критическим Методом Этот метод Как пишет Сам Дали Заключается В том Что Эмоции Какие-то Переживания Невнятные Становятся Абсолютно Точными Образами Он Пишет Что Марсель Пруст Это Французский Писатель Марсель Пруст Делает Из Рака Музыку Я делаю Из музыки Рака Что Это За фраза Он Имеет Ввиду Что Марсель Пруст Из Каких-то Конкретных Вещей Создает Некоторые Эмоции Такую Очень Поэтическую Выпоренную Эмоцию Дали Наоборот Из Своих Эмоций Не Связанных Каких-то Переживаний Делает Конкретные Образы Известно Он Об этом Сам Говорил Что Конкретные Эмоции Умеют У него Точнее Какие-то Эмоции Имеют У него Конкретные Выражения Допустим Это могут быть Костыли Муравьи То Как он Эту Эмоцию Видит И Поэтому Кстати Дали Говорил Что Он Не любит Есть Желе И вообще Все Что Не имеет Формы Он Говорил Что Это Ужасно Надо Такого Скатиться Чтобы Желе Жевать Но Зато Очень Любила Омаров Крабов Особенно Креветок Потому Что У них Форма Раньше Содержания Он говорит Как замечательно Скелет Наружу Это Прекрасно Об методе Дали Дальше Он пишет Раскрывает Нам Вот этот Свой Секрет Как он Создает Свои Образы Произведения Искусства Дальше Он пишет Но Для того Чтобы Этот метод Заработал Нужно Чтобы У вас Была Гала Это Такой Мотор Который Запускает Этот метод А Гала Она Уникальна Дальше Он не пишет Но мы Можем Додумать Что Понятно Ни у кого Этого Не получится Сделать Ну и Кстати Говоря Он По всей Видимости Был Прав Потому Что Пока Что Прецедентов Использования Кем-то Другим Данного Метода Я Не Обнаружил По крайней Мере Удачно Но В этой Фразе Есть еще И другой Смысл Почему Галак Почему Вообще Он выбрал Эту Женщину Критики Очень часто Говорят Что Без Этой Женщины Дали Не Дали И Действительно Мы имеем Такой Факт Что Дали Стал Популярным Стал Тем Художником Которого Мы знаем Только После Встречи С Галой И После Ее Смерти Он Уже Практически Ничего Не Создавал И На Публике Не Появлялся Кто Эта Женщина Да Елена Дьякова Дьякова Как Говорят Вот Как Вспоминают Соотечественники И Те Кто Видел Этих Людей Говорят Что Эта Женщина Имела Очень Тяжелый Характер Что Она Была Упрямой Может Быть Давила На Людей В Каком То Смы Говорят Даже Что Она Специально Культивировал Точнее Культивировал Этот Образ Человека С Тяжелым Характером Почему Дали Ищет Такой Именно Образ В Своих Дневниках Он Пишет Что Этот Образ Он Увидел Еще В Детстве Он Видел Там Нескольких Девушек Одну Девушку Он Видел Только Со Спины Увидел Что У Ее Очень Тонкий Тонкая Талия И Понял Что Это Гала Вот Она Потом Он Больше Никогда Не Видел Для Него Это Был Несомненно Образ Почему Именно Такой Почему Это Женщина По Сюти Ограничивающая Это Женщина Которая Обладает Очень Сильной Волей Сдерживающей Ее Дали Пишет Сдерживающей Его Прошу Прощения Дали Он Пишет Что Другие Женщины Кажутся Мне Какими-то Незаконченными Набросками Они Как будто Рисовали И бросили Их Недоделали Галажа Кажется Мне Прорисованной Вот Она Очень Точная Очень Хорошее Изображение По По всей Видимости Это Как раз И Было То Вожделенное Ограничение Свободы Которое Дали Искал Для Того Чтобы Совершать Свое Творчество Я Думаю Что Дали Прекрасно Понимал Что Само Ограничение Это Все-таки Не то Это Не то Ограничение Свободы Которое Он Искал Потому Что Например Философии Есть Такие Теории О том Что Само Ограничение Это И есть Свобода Когда Вы Можете Поставить Для себя Четкие Рамки Значит Вы Освободились Или Допустим В более Современной Для Дали Концепция В экзистенциализме В том Числе Жан Поль Сартер Говорил Что Мазохизм А Дали Был Склонен К Такому Мазохизму Да То Самоограничению Вот Иногда Немного Жестокому Сартер Писал Что Мазохизм Это Высшая Форма Эксплуатации Другого Человека Да То Это Опять По сути Не Не Ограничение Себя Возможно Что Гала Была Как раз Тем Инструментом Который Вне Мог Бы Ограничивать По сути Действительно Очень каприз Очень сложный Психик У Дали Который Сам Интересовался Что Же Это Такое Который Хотел Сам Понять Что Происходит Вот В Его Внутренней Жизни Это Картина Единственная Картина Дали Которую Я вам Сегодня Покажу Она Выбрана Мно Не Случайно Здесь Как вы Наверное Догадались Изображена Жена Дали Гала Одна Практически Единственная Его Модель Картина Называется Атомная Леда Она Написана По Древнегреческому Сюжету По сюжету Древнегреческого Мифа В котором Зевс Перевоплощается В Лебеде И Совокупляется С Земной Женщиной Ледой После Чего Она Откладывает Яйца Из которых Вылупляются Дети Этот сюжет Часто Использовался В Живописи Классической По сути Это сюжет Эротический По сути Это Такая Форма Изображения Полового Акта Но Почему Атомная В это Время 1949 Год Дали Узнает Для себя Открывает Такую Очень Интересную Информацию О том Что Атомы Которые В то Время Будоражили Умы В связи С атомной Бомбой И Экспериментами В данной Области Дали Узнает Что Атомы Состоят Из частиц Которые Никогда Не соединяются Друг с другом Если Вы Присмотритесь К данной Картине То Вы Увидите Что Все Объекты Находятся На Небольшом Хотя бы Расстоянии Друг от друга И этот Лебедь Который Как будто Кажется Гала Берет Рукой Обнимает На самом Деле Ее рука Находится Ближе К зрителю Чем Лебедь То есть Они Не Соприкасаются И Даже Море Вспомните Море Айвазовского И море Водичку Дали Которая Полностью Подчинена Здесь Нет Никакого Хаоса И Она Как бы Парит Над Землей Вот Эта Идея На мой взгляд Точнее Эта Картина Выражает Те Идеи О которых Я Говорила Выражает Стремление Дали К тому Чтобы К тому Чтобы Найти Самую Четкую Форму Наиболее Законченную Форму Для Каждого Отдельного Феномена Жизни И в то же время Почему Такой сюжет Он выбирает Что Получается Мы видим Совокупление При При Полном Разъединении Каждого Объекта Я думаю Что Для Дали Это Очень важная Мысль Вот Эти Атомы Они Являются Едиными И в то же Время Внутри И в них Всегда Есть Эти Границы Изучая Свою Психику Изучая Свои Переживания Дали Очень Стремился Отделить Выделить Те Образы Те Переживания Которые Ему Приходили И Вот Благодаря Такой Разъединенности В то же Время Притяжению Создается Такой Магический Эффект Как бы Незавершенного Желания Так же Как Атомы Точнее Частицы Атомов За счет Чего Вместе За счет Того Что Они Притягиваются Но Они Никогда Не Соединятся Никогда Не Столкнутся Видимо Вот Этот Образ Очень Захватывал Дали Всю Свою Жизненную Энергию Направить На Что-то С чем Не Сможешь Соединиться И В завершение Я хотела бы Такую Провести Философскую Может быть Концептуализацию То есть Найти Какие-то Слова Для Описания Выражения От того Что Заглючает В себе Творчество Дали На мой Взгляд Дали Очень Близок К такому Направлению Философскому Который Называется Конструктивизм Вот Чтобы Проиллюстрировать Мою мысль Я Приведу Такую Шутку Из Книги Латура Насколько Вообще Философ Который Занимается Философией Науки Может Шутить Это Тест Как Определить К какому Направлению Вы Относитесь Латура Говорит Так Вот Представьте Себе Что Какой-то Близкий Для вас Человек Ваша Мама Или Ваш Муж Вы Узнаете Что Он Конструкт То То Это Что-то Созданное Он Создан Кем-то И Ваши Действия Есть Три Варианта Ответа Первое Взять Пистолет И Убить Его Может И Себя Тоже Заодно Если Вы Выбираете Этот Вариант Ответа Значит Вы Фундаменталист То есть Вы Ищите Настоящую Подлинную Реальность Вы Просто Не Примите Такую Реальность Где Ваш Близкий Человек Это Просто Чье-то Создание Для Фундаментализма Это Обман Иллюзия Вторая Второй Вариант Ответа Возьмете Кувалду Вы Человек Который Не Терпит Структуры Ну и Наконец Третий Вариант Если Вы Возьмете Инструменты И Начнете Переделывать Перекраивать Этот Конструкт Так Как Вам Угодно В этом Случае Вы Конструктивист Я думаю Что Вот эта Иллюстрация Очень Хорошо Показывает Позицию Дали Конечно Я не Настаиваю На то Что Дали Это Действительно Человек Принадлежавший К определенному Философскому Направлению Это Не Так Я Просто Провожу Параллели Дали Действительно Видит Что Все Что Вокруг Него Это Конструкт Возможно Поэтому Он Столь Аморален Отчасти Но По крайней Мере Его Отношения С Отцом Это Очень Хорошо Иллюстрирует И Дали Всю Жизнь Создает Из Вот Этих Обломков Нечто Что Будет Реальное Реальное Вот Для Конструктивистов Реальность Это Не то Что Нужно Найти За Тем Что Было Создано Людьми Это Как раз То Что Создавалось Если Это Хорошо Создано Если Вы Ваш Конструкт Вашего Любимого Человека Сделаете Хорошим Если Вы Перестроите Так Чтобы Он Был Достаточно Прочным Устойчивым То Значит Он Будет Реальным То Что Делал Тали Это По сути Такое Конструктивистское Творчество И Конечно Самым Главным И Самым Важным Для него Объектом Творчества Был Он Сам